Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. 4000 километров памяти Бобруйск встретил участников международного автопробега. Я действительно в лицах людей увидел вот эту вот светлую память, которую мы стремимся вести и передавать. Как это было? Семь насыщенных дней в Беларуси стартовала неделя молодежи. Молодежь наша будет уходить к ветеранам Великой Отечественной войны и оказывать им помощь. Что еще по программе? Горячая пора. В стране зафиксирован температурный максимум. С собой обязательно стоит взять головной убор и солнцезащитный крем. Как еще сделать отдых безопасным? А также группировка войск, квартирный вопрос и опасные шашки. ГАИ усилила контроль за водителями такси. Братская дорога. В Бобруйске встретили участников международного автопробега. Астафета стартовала в парке «Патриот» Подмосковья. Пункт назначения – Брестская крепость. Зажженный там огонь памяти через белорусские города, в том числе Бобруйск, доставят на границу с Россией. Я действительно в лицах людей увидел вот эту вот светлую память, которую мы стремимся вести и передавать. Поэтому главное впечатление – это все-таки люди. И я искренне поблагодарил их за то, как они эту память хранят. Как они берегут свой город и делают его таким светлым и красивым. Вот за это я скажу, наверное, как самое главное впечатление, которое сегодня мы в Бобруйске получили. Среди участников свыше 900 белорусов и россиян. Общая протяженность маршрута без малого 4000 километров. Одна треть приходится на Беларусь. Где пылящее солнце, там и опасность. В Беларуси установился температурный рекорд века – плюс 36,6 градусов. Завтра снова красный уровень опасности. Как спастись от жары и не пожертвовать жизнью – смотрите далее. Погода не на шутку разгорячилась и устроила белорусам проверку на прочность. В стране побит 57-летний максимум. Вчера столбик термометра показал плюс 35,9 градусов. И это еще не предел. На завтра объявлен красный уровень опасности. По Могилевской области до плюс 34. Самый эффективный способ борьбы с жарой – вода. Поэтому актуальность пляжей на высоте. Но не стоит забывать про безопасность. Городские пляжи оборудованы всем необходимым. Здесь и зонтики, и питьевые фонтанчики. На месте отдыхающим предлагают прохладительные напитки и мороженое. Но с собой обязательно стоит взять головной убор и солнцезащитный крем. Летом территория вблизи рек и озер под пристальным вниманием специалистов. В их числе и сотрудники ГАИ. У санатория «Шинник» неправильная парковка – одна из главных проблем. Если автолюбителям не хватает мед для стоянки, стоит воспользоваться платной. Плюс можно добраться на общественном транспорте или такси. Желание сэкономить несколько рублей приводит к штрафам. В госавтоинспекции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия в местах массового отдыха граждан. Наиболее часто допускаются такие нарушения, как остановка стоянка, вождение в нетрезвом состоянии, либо нарушение правил перевозки пассажиров. Патрулируют милиционеры не только городские пляжи, но и несанкционированные места купания. Зачастую это водоемы с большой глубиной и неудобным берегом. Такое тихое местечко может забрать жизнь даже у самого опытного ныряльчика. На дне нередко таятся коряги, стеклянные осколки, железки и камни. На озере в районе Черепичного нарушение нередкость. Здесь ловят как взрослых, так и подростков. Штраф до 87 рублей. А почему именно сюда пришел? Тут близко. Чем идти на какой-то либо плафик, там далеко. И вот надо идти. А не боишься, что что-то случится? А здесь спасатели... Нет, я хорошо плаваю. Ну, всякое бывает. А нет, за достаточно лет ничего не случилось. Только вот спасатели не так оптимистичны. За последние два месяца в Бобруйске утонуло семь человек. Двое были пьяны. Один из них, 42-летний горожанин, отправился на запрещенный пляж вблизи Туголицы. Там его отдых и закончился. Если граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство общественного нравственности, то данные лица привлекаются к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. А если уже повторно лицо привлекается, то штраф от 2 до 15 базовых величин, либо административный арест. За выходные в Беларуси утонуло 23 человека. Среди них – два ребенка. На прошлой неделе вода унесла жизни 30 человек. 10 случаев приходится на Могилевскую область. Спасатели напоминают – плавать можно только в специально отведенных местах. Не стоит прыгать и нырять в реку. Использовать надувные матрасы. Их уносит течением. И, пожалуй, главные правила отдыха у водоема – это беспрерывный контроль за детьми и никакого алкоголя. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Квадратные метры, лесной запрет и тест по математике. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране с начала года построили около 17 тысяч квартир. По данным Белстата, в январе-май введено в эксплуатацию почти полтора миллиона квадратных метров. При этом каждая третья квартира для беларусов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий с использованием господдержки. Госавтоинспекция усилила контроль за водителями такси. Такие меры вводятся для обеспечения безопасной ситуации на дорогах. Только за пять месяцев зафиксировано свыше 600 нарушений. При этом в восьми случаях таксисты были в состоянии алкогольного опьянения. В семи работали без водительских прав. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня и завтра у абитуриентов централизованное тестирование по математике. Всего в 2021-м на это испытание записались свыше 32 тысяч человек. При себе, напомним, необходимо иметь заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность и черную гелевую ручку. Беларусь усилит группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию ВДКБ и ЕАЭС. В частности, в ближайшее время планируется завершить создание совместных центров подготовки войск как на территории Беларуси, так и России, в Калининградской и Нижегородской областях. Особое внимание уделяется и предстоящему стратегическому учению «Запад-2021». Запреты на ограничения и посещение лесов введены уже в 60 регионах страны. В стоп-листе 20 мест Могилевской области, в том числе Бобруйский район. Нарушителям грозит штраф до 348 рублей. Если лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то сумма увеличится в 2,5 раза. С интерактивной картой можно ознакомиться на сайте Минлесхоза. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 802 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 412 353 человека. Индийский вариант коронавируса выявлен в Минске. Об этом сообщает Минздрав. Распространение дельта-штамма в других регионах Беларуси не установлено. Его впервые обнаружили прошлой осенью. По последним данным он проник в 85 стран. Специалисты предполагают, этот вариант вируса может распространяться быстрее. В Беларуси стартовала неделя молодежи. Каждый день посвящен определенной тематике. У подрастающего поколения есть возможность проявить себя в различных сферах. Сегодня в рамках акции «Разум с батьками» представители БРСМ, родители и волонтеры Доброго Сердца проводят ремонт детских площадок, дворов, подъездов и мест отдыха при поддержке ЖКХ. В оброске к полезной инициативе подключился 83-й отдельный инженерный аэродромный полк. В рамках недели молодежи у нас достаточно большое количество мероприятий. Как бодро мы ее начали, с таким же энтузиазмом мы ее поддерживаем. Сегодня мы помогаем ясли саду номер 23 в покраске ограждения. Также молодежь наша будет уходить к ветеранам Великой Отечественной войны, оказывать им помощь. Это день добрых дел, поэтому с добрыми делами, на благо нашего города, для наших других ветеранов, маленьких деток, жителей города Бобруйска, мы проводим такие акции. Уже в пятницу пройдет акция «За дело». Марафет ребята наведут в парке культуры и отдыха. В субботу парни и девушки отметят День молодежи. Будут работать тематические площадки. В воскресенье активисты отправятся в Могилев. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»